А мы продолжаем. Ремонт теплотрассы сделали, а дорогу не восстановили. На улице Ибрайл-Тенсарина год назад петропавловские тепловые сети заменили старые трубы на новые. А вот до дорожного полотна у монополистов руки не дошли. Почему ремонт затянулся и какие санкции грозят недобросовестной компании, узнаете в нашем следующем сюжете. На улице Ибрайл-Тенсарина мы были весной этого года. Тогда представители ЖКХ заверили нас, что тепловые сети закончат ремонт дороги на данном участке до начала лета. При этом они оперировали на гарантийное письмо, в котором тепловики обещали в качестве временной меры засыпать дорогу щебнем, а в последующем провести ремонтные работы. А это интервью мы брали спустя две недели после первой поездки на проблемный участок. И вновь обещание теперь уже от представителя тепловых сетей. В 2018 году уже деньги выделены в полном объеме на восстановление благоустройства прилегающей территории после реконструкции ТН номер один. Работы будут выполнены в полном объеме по наступлению благоприятных погодных условий. В планах все сделать до 1 июня. На календаре уже середина августа, а воссыны не там. За это время тепловики засыпали щебнем только часть дороги, ведущую в областную школу-интернат для глухих детей. Не пугают монополистов и штрафные санкции, которые на одном из заседаний Акимата поручил применять к недобросовестным поставщикам работ глава региона. Потому что неправильно организовали всю работу. Все лето ходили, протянули, чуть-чуть только дорогу сделают, опять начинаете копать. Бросили, все-таки осталось в грязи. Штрафовать надо по полной программе. Между тем, осень уже не за горами. Воспитанникам детского сада и гулек, областной школы-интерната для глухих детей и жителям десятка домов, похоже, опять придется преодолевать непролазную грязь. Дождь пройдет вообще невозможно по этой улице, приходится обходить по миру. Либо вот по грязи, в общем-то вот такая грязь тащится в квартиры, естественно, в подъезды. Сейчас вот кругом засыпали суглинок, глина с песком. Они во время дождя становятся непроходимыми. Люди не могут в магазин сходить даже полутенциально, потому что оденешь босолапки и не пройдешь. В сапогах только в охотничьих. По гравию этому не проехать на коляске. Коляска застревает. Был дождь, вся вот эта вот, посмотрите, эта грязь размыла, была глина. Я, моя обувь потеряла свою здесь, коляска пришла и по уши в грязи. Стоит только непогоде разыграться, все, дорога превращается в ужасное месиво. Потому что не только ребенку, взрослому бывает трудно пройти, машины с трудом проезжают. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы дорога к садику была более доступной и простой. Тепловики за это лето несколько раз продлевали сроки работ. Сначала из-за погодных условий ремонт отложили до 30 июня, а затем… Они приезжали и продлевали у нас карантинное письмо. Потом не успевали в связи с тем, что у них в данном участке работали другие субподрядчики. А они сейчас обанкротились и не смогут восстановить данную территорию. А когда ремонт, на который было выделено 40 миллионов тенге, выполнят в полном объеме? Вопрос этот открытый. Новые сроки не обозначены. Директор обещал в течение двух-трех дней дать ответ о сроке восстановления. В противном случае мы вынуждены будем обратиться искренним заявлением в суд. Пока известно только то, что работами по восстановлению дорожного полотна на улице Ибраил-Тенсарина теперь займется ТО «Ашикаспан». Дарья Пышмынцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.